17 февраля, среда, 21 год, дневниковая. Я в своем лагере под Страсбургом, где я пережил 4 уже зимы в палатке. Не по своей воле, конечно, как беженец. Вчера, когда мне принес аккумуляторы местный француз, и он меня спросил, ну что ты в лесу? Ну, потому что позавчера они шли с семьей по большой тропе, и я туда выходил, их собачки я выношу. Ну, там всякие вкусности бывают у меня. Они, видимо, на меня посмотрели, как это я в снегу, с костелями, или позавчера, позавчера они, по-моему, были. И вот он вчера меня, позапазавчера, и он вчера меня спросил, ну что вот, как тебе, может быть, помочь как-то? Потому что сам он позавчера очень сильно отравился. Да, позавчера. Что-то такое серьезное, какая-то кишечная инфекция, эпидемия какая-то. Ну, я ему начал объяснять, что вот, смотри, ко мне приходили в последнее время, последний там месяц-два, и предлагали жилье. Но! Вот сейчас опять можно мою фразу вырезать, и где-то использовать. Приходили и якобы предлагали жилье. То есть мне люди говорили, давай мы за тебя отель оплатим, сколько понадобится жить в отеле. Во-первых, я им говорю, мы не можем с вами без переводчика, я не могу с вами без переводчика, на французском языке я не разговариваю. На английском у вас плохой английский. Нет, нет, нам нормально, мы тебя понимаем. Но я им тогда объясняю, вы мне гарантируете, что будет тишина? У меня болезнь и мисофония. Если за стенкой найдется сосед, который будет два-три часа, какой-то звук там, музыку, ритмы там, неважно, то, что я не выношу. Вы гарантируете, что этого можно будет как-то избежать? Нет, мы не гарантируем. Но вы подумайте над нашим предложением. Я им говорю, хорошо, чтобы я подумал над вашим предложением, пришлите мне письменно, что вы конкретно предлагаете, что конкретно, чтобы я знал, какие условия, где, в каком отеле. Нет, все, они исчезли после этого. И как они отчитались своим хозяевам? Мы предлагали, он не согласился. Они же ведь не солгали, правильно? Часть правды есть ложь. Почти всегда. Вот сейчас обсуждают этого Соловьева, Соловьева, извиняюсь, что он якобы сказал про Гитлера, что Гитлер был доблестный вояка, что был не робкого десятка, что ветеран был там, короче, Второй мировой. Все верно, почти все. Да, действительно, Гитлер много воевал. Был на фронте, точнее, лет шесть. Но я читал про Гитлера, никакой он не был доблестный вояка. Он был посыльным, он был очень пугливый. Но он был очень умный. Этого ему было не отнять. И поэтому у солдат было прям-таки какое-то мистическое поверье, что там, где Гитлер, там не убьет. И они всегда, где он сидит, туда, они там, около него, везде всегда и собирались. А уже потом, когда он стал Адольфом, Гитлером, фюрером, уже придумали всякие истории, как он один взял какой-то взвод в плен, чисто на понты. Ну и так далее. То есть, отдельные элементы можно использовать, а все остальное переворачивают все вверх тормашками. Кому это я все обращаюсь? Да, я хотел бы сказать всевозможному этому, этим, это отдельная тема, это же не дневниковая, поэтому я отдельно об этом буду говорить, о массах, о мелких людях, которые постоянно смотрят в комментариях. И вот я пытался ему объяснить, я ему говорю, они делали мне пустые предложения, я не против, я с первого дня не против, с первого дня я не хотел тут жить, в этой палатке. И он говорит, ну ты со стороны смотришься, как будто ты не хочешь, чтобы тебе помогли. О, елки-палки. Вот они добились, так сказать, местные общества, я бы сказал. Вообще, я бы хотел обвинить все французское общество в человеконенавистничестве, в геноциде беженцев. Ну и мигрантов. Вообще, мигранты и беженцы это такое перетекаемое друг в друга. Дело в том, что просто мигрантов, ведь, как еще разобраться? Есть, например, в стране нет войны, но какая-то личная неприязнь, кто-то кого-то обещал убить и все такое. И люди, ну, убегают куда-то. А куда убежать? Ну, куда получше. И вот они ищут по Евросоюзу куда получше. И тут их гоняют из страны в страну, из-под тяжка создавая для мигрантов и беженцев невыносимые условия, переходящие в уничтожение физическое, таким образом выдавливая беженцев друг к другу. Вот эта краткая формула объясняет все, что творится в Евросоюзе. И вообще двигатель всего этого, всего этого человеконенавистничества, длинное слово, я его редко употребляю, и преступления. В чем моя опасность для французского общества? Меня, моя состработница Фредерик Парчмент из Спады, где мы все базируемся здесь беженцы, наши домаселенные там, она мне написала, что вас будут видеть террориста, если вы будете продолжать сообщать то, что я сообщаю. Но она отказывается даже обсуждать то, о чем я пишу и говорю. Я бы сказал, что это правда, потому что она боится это слово сказать. И она не согласна, то есть как, она-то знает, что это правда, но она никогда не признает, что это правда. Она сама ключевой элемент относительно меня во всем этом. И вот она говорит, что вас будут всеместные считать якобы террористом. И так оно и получается. Вот француженка откуда-то с юга Франции, у которой поселились мои беженцы, телефонные мои знакомые, которым я мужу помогал, советовал ему не обращаться в ЕСПЧ, там полиция что-то с ним очень плохо обошлась. И вот он увидел то ли мой ролик на ютубе, то ли текст, и он хозяйке сказал своей, и они загорелись меня к себе забрать на месяц, типа, чтобы подлечиться, хотя они не ведают, что только начальное восстановление моих коленей занимает три месяца. Обмен, то есть обновление тканей раз в три месяца. То есть это медленное, очень медленное восстановление, нужны специальные процедуры, и потом я тут еще ожидал документы получить, нельзя было отсюда из этой местности уезжать туда. Это раз. этот вопрос даже и не успел встать, потому что я ей ссылку послал на текст, который мне называется «Преступление французов, французских властей и граждан и отдельных и не отдельных против меня как против беженца». И она мне заявила, что все, забудь мой е-мейл, ты против Франции, хотя это просто чудовищная ложь. Я не против Франции. А вообще, кто нас поделил на французов, на русских, на африканцев, на азиатов, на каких-то там еще арабов? Ну, кто поделил? А мы что, все не люди? Да, понятно, что язык нам мешает хорошо понять друг друга, но когда человек человека любит, ему язык не нужен. Он чувствует человека, он чувствует, что хочет кушать, он чувствует, что тому холодно. Есть язык жестов, мимики, который у нас в подсознании в корке зашит. Нас делит то, что когда люди вдруг умнеют, то они становятся до того изощренными, что тут вступает в дело язык, и без языка ты этим негодяям, паразитам никак не противостоишь. Поэтому такие люди нас разобщают. Я думаю, что сейчас мозги у большинства перегрелись, потому что я слишком длинную тираду допустил. Ну да ладно. И вот действительно местные французы, они воспринимают это так. Кому я этот текст не дам, вместо сочувствия я, вот например моя сусработница Фредерик Парчмент, вместо сочувствия она мне заявила, чтобы я не смел никому этот текст вообще даже показывать и никому ни о чем на эту тему даже разговаривать, то есть жаловаться, чтобы я не смел. Дальше сусработница Каф Яя Суад тоже вместо сочувствия начала живо пытаться запихнуть меня в психушку. Втайне от меня. Переговариваясь с моим психиатром, который мне месофония диагноз поставил и отсутствие других всяких там месофония это даже не психиатрическое заболевание, это неврологическое. Дальше вот это вот Татьяна забыл как ее фамилия, но русская фамилия у нее предки славяне не знаю русские или украинцы но тем не менее вот она здесь родилась и вот она сказала мне забудь e-mail и все ты против Франции она уже считает себя француженкой все те кому я давал эту ссылку всем тем кому я давал какую-то еще ссылку вместо сочувствия они подключались ко всем этим которые описаны по этим ссылкам почему потому что ему этому маленькому человечку который сам никуда не может решать куда ему ползти туда или туда за него вообще механизм там в его голове решает дягущий бульон у него там внутри решалка считает что выгоднее вот так подключиться к силе к силе подключиться он думает что это сила да и вот не думал я не гадал что ну начиная где-то сорока восьми сорока шести может быть лет я точно не помню момент может быть год два назад когда я вдруг неожиданно начал жить внутри библии то есть библия это продолжается то есть нынешние события они вполне могут быть описаны добавлен к ветхому завету был добавлен новый завет к новому завету естественно когда-либо напишут там сверхновый завет ну там или как-то еще назовут то есть я просто себя ощущаю что я сталкиваюсь с теми силами которые описаны ну в новом завете силы зла силы добра не потому что там из-за возраста а потому что я вошел в область в ту серую область я можно сказать в аду сейчас нахожусь в аду я не знаю выберусь ли я из этого ада это не тот ад который физические мучения нет это настоящий подземное как бы царство такое ад круги ада на каком круге я нахожусь ведь была же еще Австрия мне казалось Австрия это конец это все такого просто не будет оказывается хуже есть ну точнее как хуже оно одно и то же честно говоря просто ну после Австрии мне казалось такого просто ужасного не будет но здесь оно продолжается очень долго и набирает обороты и чем чем все это закончится за три года я превратился из в принципе спортивного человека которого который вот тогда уже по прибытию во Францию долбануло все тут я превратился в человека который с трудом поднимает стакан с трудом вот стакан термос болит здесь сустав сам сустав не связки внутри сустава это артроз весь мой скелет вся моя весь мой опорно-двигательный аппарат разрушен из-за того что в Австрии применяли в психушке насильно ну хотя я не допустил чтобы применение физической силы было но тем не менее под угрозой я принимал какой-то препарат какой-то я не знаю какой который привел к почечной недостаточности за короткое время после этого она только усиливалась здесь во Франции пик был несколько месяцев назад когда разрушились мои суставы мне отказало в рандеву в нефролог мне отказало в рандеву мне в рандеву отказали врачи не из-за ковида не из-за ковида у них там люди сидели их принимали мне не отказали и все это привело к разрушению всего моего опорно-двигательного аппарата из-за чего сейчас я двигаюсь с костылями очень медленно осторожно потому что он продолжает разрушаться та мочевая кислота которая не выводилась из меня из-за почек она накапливалась в суставах разрушала их я вынужден читать медицинские книги и сейчас понимать как они это делали и это ужасает когда врачи умышленно тебя подводят к болезни у нас даже в языке нету такого шаблона нету такого понятия идиома нету такой чтобы выразить это каким-то вот словом чтобы сразу было понятно врачи подводят к болезни одним словом нету потому что это до того ну невероятно а так и есть методы уничтожения а что потом я видел встречал нескольких некоторых беженцев помню в трамвае как-то из Келя ехал и какой-то русский со мной там сидел в вагоне пил пиво и такое несчастное лицо старше меня немного ну может быть лет на 5-7 может больше я с ним разговаривался как-то и вот он он все время пьет он безвылазно ничем не занимается никаких у него нету у него только доживание а почему же так я удивлялся как это так а сейчас я понимаю у меня у самого так потому что я всегда в Евросоюз приехал окрыленный надеждами что я въехал к людям а я въехал к извергам которые уничтожают тем не менее в Евросоюзе я продлил свое существование и даже имел отсюда только отсюда имел возможность помочь своей матери этими лекарствами которые здесь удивительно в 10 раз дешевле чем в России в России я бы вообще ей даже помочь бы не смог из России если бы я остался в России вот у этого быдла у этой мелкоты у этой мошкары у этого планктона у этих куцей куцемозговых я не знаю как их назвать это самое ужасное что я в жизни видел этих людей которые только с виду люди которые задают тупые вопросы не потратив 15 минут даже 30 минут даже час на мои тексты прочитайте голову включите подумайте и вы поймете что к чему да отсюда именно отсюда только отсюда я смог помочь с моей матери и очень активно ей помогал высылая килограммы лекарств которые в России я даже не смог бы за такой никак бы не смог бы купить и мало того в России был бы я жив до сих пор неизвестно сейчас какие вести приходят из России сегодня читаю пропал на Дальнем Востоке бензин а там где не пропал уже по 125 рублей я помню что бензин когда я уезжал был ну там около 80 может быть ну где-то от 70 там сколько 85 может быть не помню плюс резко упало производство сахара подсолнечного масла из-за регулирования цены это к чему это ведет это ведет к тому что это через несколько месяцев отдастся дефицитом просто что невозможно будет купить сахар будет по карточкам мало кто помнит в 90 кажется втором году был дефицит табака одновременно поставили на ремонт все табачные фабрики а кто это сделал почему одновременно зачем организовали дефицит табака ладно я про дневниковый так вот сегодня с утра я этому моему другу с которым мы уже знакомы почти год без месяца который мне носит аккумуляторы ну с перерывами я ему подготовил текст который послал в попытке ему объяснить где ему написал что ну был случай громко полюты главное мне не мешают моя месофония имеет ту особенность что вот такие звуки мне абсолютно не мешают природные звуки я на них никак не реагирую абсолютно никак они мне мыслить не мешают думать не мешают но когда включается кто-то скайп вот этот все я не могу мне надо срочно куда-то уйти такая такая особенность я знаю как ее объяснить но я не буду потому что это отдельная тема я вынужден даже этим тупым психиатрам объяснять да небольшое отступление почему врачи становятся тупыми вообще в своей жизни в России я как бы набрал статистику такую что один из десяти из десяти один из десяти любых специалистов один из десяти всего лишь разумный специалист все остальные лишь имитируют что они специалисты и они умело могут это делать для невежд для несведущих людей которые не понимают в этой профессии или в этой области я сам попадался на такое когда в чем-то мало разбирался я потом задним числом я понимал что меня просто обманывают так вот если врач у меня был вопрос в интернете я задавал если врач одних лечит других калечит то тех кого он лечит считать тем кого он лечит считать что он хороший врач или нет этим же все равно что он калечит у других а такой врач не может быть хорошим уже просто по определению врач который внутри себя допустил такую возможность у него как сказать внутренняя чистота рушится у него нет уже он не строит внутри себя то здание то здание знания знания профессионализма оно уже оседает очень сильно рушится ну я думаю я только надеюсь что Марк хотя бы не перестанет я имя его назвал ну да ладно не перестанет мне приносить аккумуляторы если перестанет мне приносить аккумуляторы ну что ж я останусь без связи и я не смогу больше звонить моей маме тогда мне придется в фейсбуке просить принесите зарядите мне кто-нибудь аккумуляторы и никто не отзовется я точно знаю потому что очень редко когда кто отзывается и то все так сказать услуги которые мне делаются это так сказать вся та помощь которая делается это иногда люди просто взамен что-то хотят потом или убегают увидев что этого одного недостаточно ну да ладно да сегодня я должен был пойти на на экзамен по французскому языку в офи ну там какой-то обязательная встреча по интеграции на самом деле офи это есть именно тот орган который меня уничтожил практически физически то есть я сейчас сам самостоятельно не могу покидать свой лагерь для тупых объясню потому что нужно с собой вещи брать а я не могу нести вещи у меня оба колена это последняя стадия артроза причем это она в той стадии находится когда она уже последняя но когда еще я их пытаюсь не нагружать ноги быть может можно спасти еще суставы каким-то чудом имплант поставить вместо хряща я не знаю ну может быть а что нельзя имплант поставить вместо хряща а врач мне выписал обезболивающее чтобы я раздолбал суставы сами суставы раздолбал до конца да кстати врачи заинтересованы в том чтобы поскорее мне сделать дорогостоящую операцию поскольку они нам не заработают им нужно как можно больше больных в последней стадии людей они никак не заинтересованы в том чтобы их предотвращать болезни и их лечить поэтому КАФ меня пытается да для чего меня вызывает я повторяю еще раз на эти курсы французского то есть на экзамен французского языка мне Фредерик Парчминт которая ключевая фигура в том чтобы ну она всех прикрывает она координирует можно сказать она мне уже заявила вам поставят вам воспримут диагноз французского языка этот экзамен ну как у меня примут если я не могу говорить на французском когда я говорю с Марком который приходит ко мне часто я с ним пытаюсь пытаюсь по французски а потом на английский перехожу значит я знаю французский и хуже английского английский я знаю там ну допустим А1-А2 на французский я не знаю даже на А1 вот ну может быть после курсов месяц-два через месяц-два я смог бы сдать на А1 но это надо курсы проходить все равно так вот для чего они хотят потому что КАФ меня обяжет после этого заключить с ними контракт они не могут со мной заключить контракт без курсов потому что контракт на французском для тупых опять я всегда пропускаю какие-то вещи я думаю что люди могут додумывать такие простые вещи а в контракте написано что я все должен и обязан а они меня только могут за невыполнение лишать пособия там что-то еще то есть я вот все должен и обязан делать все абсолютно и мне там она вписала я обязан сделать операцию операцию что? по протезированию коленей? чтобы покормить этих докторов что ли? какую операцию? я сам хотел чтобы операцию сделать зачем мне еще обязывать сделать операцию? зачем меня обязывать? а потом за невыполнение за то что я отказался от операции меня лишать пособия? за то что надо мной издевались в Нанси в городе в комнате где издевались над моей месофонией шумом 6 недель я не выдержал ушел в большой лес чтобы умереть там от голода за это меня лишили пособия на 8 месяцев и вернули только за 4 и лишили права на жилье и поэтому они меня игнорировали все это время я был здесь в лесу и что? вот пусть Марк почитает все это он же не хочет почему люди во все времена что? они в фашистской Германии считали что в концлагерях уничтожали хороших людей? нет они считали что там только значит перевоспитывают трудом из концлагерей живет людей выпускали в том-то и дело как это ни странно да попадали люди на 2 недели на месяц увидев что там происходит их выпускали и они рассказывали что люди знали вот парадокс человеческого мышления зная одно люди считают совершенно другое как-то удивительно иметь два знания одно знание реальное которое они стараются куда-то запихнуть подальше чтобы оно не вырвалось снаружи и другое знание которое они придумают для внешнего мира чтобы мимикрировать эти люди они ну как есть такое слово конформисты они всегда будут видеть то что им выгодно и это доводит до трагедии когда вот на глазах у всего мира ведь и ведь я же в интернете почему никакого интереса не вызывает то что убивает человека в центре Европы а наверное потому что убивают людей наверное где-то массами сотнями тысячами в других местах я думаю да и что мы смотрим мы перегружены этим нам не охота это смотреть нам надо сделать отправление физиологически пожрать что-то там еще поделать да насытиться получить удовольствие и так чисто ради развлекухи зайти например на вот это видео и поставить какой-нибудь такой засратый комментарий чисто так вот чисто потешиться и почувствовать что ты-то с другой стороны камеры там на диване сидишь у тебя все хорошо ты певца напился поэтому так не отвлекаться дневниковая вот у меня кончаются дрова колоть дрова для меня мука потому что присесть на на корточки мне очень больно и потом встать без костылей проблематично и тем новым мачете легким мачетам было еще куда не шло моим мачете который который был у меня 7 лет я заказал новое мачете но оно тяжелое оно в раза в 3 наверное тяжелее в 2,5 точно и этим мачете оно хорошо лучше рубит но мне больно просто им рубить и я вижу как дрова кончается кончается когда дрова кончится сгорела моя сушилка ее отремонтировать я пока не могу ну снег растаял сейчас я могу нитки найти эти толстый мой толстый такой толстая веревочка такая смогу я прикрепить пакет в общем чтобы закрыть от дождя потому что ну смысл в дровах в мелких подготовленных дровишек для дровяной печки только тогда когда они сухие если они мокрые то все они их нельзя использовать потому что они промокают насквозь ну вот мусор я не могу убрать в лагере он накапливается сейчас вот этот пожарники приходили сюда эти кинула курок прямо как будто я на свалке живу гаденыша но они хотя неплохие ребята были они мне даже похлопали по плечу пожелали мне бонг раж но ну отношение оно сразу как бы видно помяли мой этот кто-то помял мой куст папоротник я пересаживал кто-то по нему прям таки ходил он такой пышный был такой красивый кто-то прям по нему ходил хрен его знает что за люди какие-то свиньи все нет чтобы кто-то пришел уважительно сел на лавочку осмотрелся выкинуть там окурок спросил а вас тут можно кидать не такого в ум не придет все срут прям на голову всегда и смотрят только на внешность они большинство не аналитического склада они не поймут что все что здесь сделано они говорят это вы все сделали да это все одна там какая-то доля процента от всего моего труда который в интернете все эти десятки сотни писем кстати когда мне говорят а вот обратитесь в красный крест обращался я в красный крест обращался давным-давно обращался в красный крест и письменно обращался с уведомлениями вручения а вы не пишите вы идите и ходил я бесполезно а вот именно когда написал тогда да что-то сработало а потом уже писать стало бесполезно они просто стали игнорировать то что я пишу ко мне почта перестала пропускать мои уведомления о вручении они ко мне до меня не доходят пада перестала пропускать ко мне письма вообще даже я пада послал письмо с уведомлением о вручении то есть мы как бы организации где мы наши коренные организации им послал письмо чтобы довести до них да и сведения чего происходит они его не с уведомлением о вручении заказное письмо они его отказались пойти получать зная что там потому что они читают это в интернете Прежде чем отправить, я публикую в интернете. Они это читают и не идут, потому что знают, что там написано. Я не могу объяснить это беззаконие, потому что оно безграничное. Оно не имеет начала и конца, и оно чудовищно. То, что чудовищно, объяснить нельзя по одной простой причине. Его никогда не воспримут люди, конформисты, потому что оно тревожит их мир. Оно не дает им выгоду. Люди верят в то, что дает им выгоду. То, что не дает им выгоду, а наоборот им вредит, они в это отказываются верить. Так устроена психология людей. Кто-то еще пишет мне там, ну вот, вы сами виноваты, что вы заболели. Как же так? То, что меня врачи убеждали, что ничего опасного нет, что все хорошо. Все это время я им верил. Это что, моя вина? Я должен был иметь образование как врачи? И кто-то меня укоряет, что я много писем не написал. Вы посмотрите, сколько я написал, куда обращался, и звонил, и ходил. Я сделал, наверное, в 10 раз больше, чем иные. Я не добился. А эти иные уже давно, их из Франции след простыл, и они уже погибли. Наложили на себе руки, и о них никто и не знал. Потому что они не смогли объяснить ничего. Вот, ей-богу, я себя чувствую каким-то новым Солженицыным, который уперся на правде. Потому что у него ничего, кроме правды, не осталось. Поскольку, если у него отобрать его правду, то это будет ничто. Это будет уничтоженный какой-то там тень. Не человек, это тень. Вообще никто. Если забрать правду. А если правду не удастся отобрать, то это и библеист, и художник, который мог бы, наверное, стать и великим художником. В три года я, что, я чем занимаюсь здесь? Я не имею возможности писать этюды. Как это? Это краски дорогие, 300-400 евро. Меня тут воруют постоянно. То дети эти, подростки эти всякие, не местные, не французские. То там бездомные. Такие дорогие вещи я не смогу с собой таскать. Они очень тяжелые. Их надо где-то прятать. Прятать невозможно. Оно промокнет. В смысле прятать где-то. А вложить в классе палатки украдут. Быдлу всегда приходится объяснять каждую вещь. Но это ее перегружает. Поэтому она никогда не будет это все изучать. Почему и как, и от чего. Ну, Марк, он все-таки профессор. У него научные статьи. Может быть, все-таки он поймет меня. Может быть, он поймет, что я не по своей воле здесь живу. Он меня целый год знает. Он видит, что я никакой не псих. Что я добрый человек. Я люблю его собаку. Я даже муравьев, который попадает в мой мед, муравьев, я их выуживаю по одному, чтобы спасаю. Ос, муравьев, там все, все, все это. Пауков. Кроме клещей. Клещей я сразу уничтожаю. Ну, хотя, просто если я их куда-то откину, они все равно на меня приползут. Комаров я тоже. Клещей комаров. Все. Все остальное я не трогаю. И даже пауков я не трогаю. Они же меня не кусают. Да, поэтому для французов я опасный человек. Я как бы террорист. Потому что, получается, я нападаю на их общество. Ведь до меня вот только сейчас доходит, когда я пообщался с представителями простого общества. И вот сейчас от того, как себя поведет Марк, от этого будет окончательно зависеть, что я скажу, это общество уже нельзя сделать человеколюбивым. Это общество прогнило насквозь. Возможно, для этого общества нужны потрясения, чтобы оно хоть на какое-то время опять возродилось и стало проявлять человечность. Ну, какое потрясение. Французский Гитлер, который выживет здесь все каленым железом и останутся только одним местным уроженцем. Альзас отойдет в Германию, что ли, или что? Потому что, если тот человек, который тебя наблюдает целый год, который видит, что у тебя, в принципе, все твои движения, они как бы осмысленные, все, что ты делаешь, он видит. Но люди, они же, опять же, они видят одно, а выгодно им другое. И они не видят то, что они глазами видят, и что ушами они слышат, они не слышат и не видят. Удивительные существа. Удивительные по своей мизерности. Ладно, опять я отвлекся от дневникового. Сегодня тепло, вчера было минус 8, по-моему. Сегодня у меня начинает растаивать вода в бутылках. Я имею возможность пить воду. Но я смотрю, моя почечная недостаточность возвращается после морозов. Мне от этого колени, с коленями становится хуже. Было небольшое улучшение с коленями. Из-за почечной недостаточности, опять ухудшение. Я не поехал на эти экзамены французского, потому что я не нашел человека, который бы постражил лагерь. Я в фейсбуке дал объявление, кто может с 7 часов до обеда постражить лагерь. Никого не нашлось, естественно. А кто бы, Марк бы согласился, или кто Николя, там другой мой знакомый. Нет. Ну кто бы сюда, у них свои дела, они не могут. Ясно, понятно. Я даже не просил их. А в интернете я попросил. Все могли прочитать, что там много людей могло прочитать. У всех свои дела. Я поэтому сегодня не поехал. Естественно, ко мне будут применены санкции. Но мне уже санкции как бы по барабану. У меня уже планы такие. Я смотрю, так, солнце начинает идти на прирост, пошло тепло. Я теперь физически доползу, отползу, чтобы сделать туалет, сходить. Вода у меня есть дождевая. Еды у меня крупную буду, даже если не смогу их варить, сухую есть. Доживу как-нибудь до лета, до осени. А вось все-таки выползу из этого. А вось все-таки как-нибудь. А если нет, ведь они могут этого не допустить. И тут есть три варианта. Первый вариант. Я счастливый, кстати, поселяюсь в какой-то угол тихий. И начинаю постепенно стулку покупать, стол. Может быть там уже будет. Компьютер куплю. Начну ходить на процедуру, восстанавливать ноги. И начну, естественно, как писатель, тратить какое-то время. Час-два в неделю, может быть больше, может полдня. На то, чтобы писать по библистике статьи, книги. И сдавать, может даже на французском, лекции свои читать. И постепенно я все опишу, что со мной было во Франции. И с именами, естественно. Оно же уже опубликовано. Просто оно так кратко написано, там не разберешься нормально. Я смогу описать просто, как тут было. И они боятся этого. Они никак не хотят, ни за что не хотят. Они мне говорят, ты террорист. Не смей про это, не смей. Они что, это допустят? А как они это могут не допустить? Вот хирург мне прописал обезболивающее вместо восстанавливающего колени. Естественно, колени разрушатся совсем. Каф в договоре написал, что я обязан в проекте договора эту операцию провести. И если я откажусь, мне лишат пособия. Что такое операция? Это будет протезы. Протезы сделают, вопрос закрыт. То, что было до этого, не это самое. Короче, это отдельный разговор. Как это? Я объясняю в своем тексте про колени. И с больными коленями меня селят в социальное жилье, где они имеют возможность подбирать мне соседей. Не сразу, конечно. Вот с одним не продлят контракт через полгода, когда у него заканчивается. И найдут самого шумного. И именно ему дадут. Они могут. Именно ему дадут. И он будет мне делать жизнь невыносимой. Я буду просить другое жилье. Они скажут, а по нашей системе у вас есть жилье. Они никогда не зарегистрируют, что там громко. Они будут приходить, когда там будет тихо. Таким образом, они знают. Уже же два раза не доводили меня до попытки самоубийства. Для них плохо то, что меня очень сложно сломать. Даже теряя, даже становляясь инвалидом, теряя способность ходить, вдуматься только. Несколько месяцев назад у меня была надежда еще быть ходячим, нормально, как там. Но сейчас уже нет. Книги мне пишут, что все, это как бы уже, ну, при всем при том, что они не хотят, врачи не хотят. Врачи отказывали, врачи лгали все время. Причем несколько хирургов. Быдлу нужен концентрат. Быдлу нужно продумать целый год, думать, как этот короткий текст составит так, чтобы быдлу вошло это в мозги. Солженицын этим занимался. Но Солженицын, чтобы личная история Солженицына была кому-либо интересна, он написал много книг других, компиляторских, где он просто куски текста клеил, там, переходами какими-то. И таким образом он прославился, он собрал просто тексты от других людей, которые боялись сами этим заниматься. Также и моя история, она будет никому не нужна. Если я не буду собирать истории других, меня спрашивают, а зачем вот ты ищешь истории других? А чтобы понимать, как это. Живут же родители с детьми в машине зимой. Есть такое? Есть. Лично встречал. Встречал лично лицом к лицу папу, главу такой семьи. И по фейсбуку общался с мамой другой такой семьи. Так что... Или вариант такой, меня засунуть в психушку. У них был такой вариант, когда были морозы, снег. Но они им не воспользовались, я не знаю почему. Возможно, их что-то отпугнуло. Возможно, они дали русскоязычным переводчикам. Что он там в ютубе публикует? Они почитали и им передали. И те подумали, да ну нафиг не надо. Шум вдруг поднимется. Отступились. Но в будущем могут. Когда поместят в комнату, откуда я не смогу часто выходить, буду с протезами или неходячий. И поскольку это весь социальный дом, они могут ко мне компоновать шумных соседей. Так уже было. Так уже просто было. Это уже описано все. Это все даже записано на диктофон. Телефонные наши разговоры с начальником этого сервиса записаны на диктофон. Он прямым текстом об этом говорил. Что соседи будут шуметь без ограничений, а я не имею права просить тишины. Прямым текстом это все говорится. В тот день, когда я ушел. Когда я покинул жилье. Это все мы с ним разговаривали. Или за день, или за два. Это был последний наш разговор. Это все в публичном доступе. Это никогда никем здесь во Франции не исследовалось. Здесь полиция, прокуратура, суды. Они отворачиваются. Никакого закона. Я не могу зацепиться за закон здесь. Никак. Они, если они захотят, они сделают вид, что они его осуществили. Закон. На самом деле лишь для рекламы чего им надо. Чтобы все остальное извратить в целом. По закону надо вернуться в самое начало и посмотреть на истоки. Кто прикрывает каждое предыдущее преступление последующим? Кто? Эти же люди до сих пор этим занимаются. И угрожает мне сейчас открыто. Но мое дело маленькое. У меня только все сузилось до одной задачи. Мои многодетные чеченята меня оставили, бросили, предали. Ну, в принципе, они с первого дня так поступили. Я, конечно, от них не отказываюсь. Я, если выживу, я буду им помогать все равно. Потому что для тупаков я скажу, что малые дети ни за что не отвечают. Малым детям надо помогать. Вне зависимости от поведения взрослых. Потому что всегда есть шанс, что ребенок родится свыше. Будет осуждать плохие действия своих родителей. Возможно, и поможет своим же родителям этим. У меня все сузилось только до одной задачи. Каждый день я должен звонить своей матери. Стремиться ей посылать медикаменты. И только для этого жить. Только для этого. Ни для какой, ни для Франции. Уже ни для кого. Ни для какого, для будущего. Его нет у меня никакого будущего. Из днем святого Валентина меня никто не поздравил. Ну, я никого не поздравил. Я никого не люблю. В том смысле, я люблю всех, конечно. Я уже не стремлюсь создать семью. Это уже где-то 15 лет назад я потерял это стремление. Лет 14 назад, да. Все. Так что здоровье очень быстро деградирует. Мне осталось жить от нескольких месяцев до нескольких лет. Точно я не знаю. Никто не знает. Но я не думаю, что репрессии остановятся. Не думаю. Я не думаю. Потому что нету той силы, которая бы уперлась и все бы это остановило. Во Франции нету ни одного человека. Ни одного христианина нету. Потому что христиане всегда идут до конца. Иначе нет никакого смысла. Да, и кстати, меня усиленно взламывают в последние дни. Усиленно. То есть в день приходят по два, по три письма, которые пытаются меня взломать через электронную почту. Естественно, я сразу это вижу. И что это даст, если меня взломают? Когда меня не станет, меня же когда-то не станет, наверное, то просто поудаляют мои последние записи и просто извратят то, что было. А может быть, все удалят. Поэтому, как бы, вообще память о человеке, в памяти о человеке решающими являются его последние деяния. Вот Гитлер, например, тот же Гитлер, да? Он же до 30 там, ну, какого-то года, 37-го, может быть, 5-го. Точно не знаю. Но он еще мог оставаться для всего мира великим человеком, не злодеем, принесшим Германии самостоятельность. И Германия ведь, она же до сих пор, видимо, все-таки, благодаря Гитлеру, тут она, просто можно на нее посмотреть, без слов, как говорится. То есть, он как бы вдохнул в нее какой-то импульс, дал. Он дал отрицательный импульс, сейчас она качнулась в положительный импульс, так сказать. Он просто дал толчок. Ленин тоже дал толчок. Но там не получилось выхода в позитив. Ладно, я уже выхожу на философию. В общем, поэтому я держусь за мою правду, потому что это последнее, что у меня есть. И умирая, я буду за нее цепляться. Потому что всю мою прошлую жизнь расцветят мои последние деяния. Как я поступил, таким я и останусь в памяти. И это будут самые мои большие деяния последние. Поскольку и после того, как я уйду, останутся мои дела, останется память обо мне, которые тоже будут продолжать свое действие. Так, ладно, хватит. Длинные ролики я записываю.